Как вы считаете, что Путин делал в КГБ и правда ли, что его не взяли в разведку, считая ненадежным? Это цитата. Вот тут вот, как все в жизни, половина правда, половина фантастика. То, что его не взяли в разведку, это точно. Об этом я рассказывал Дмитрию Гордону в своем первом интервью в Украине. И было это много лет назад. 7 миллионов зрителей посмотрело это интервью. Мы будем добиваться более высоких просмотров. Да-да-да, давайте. Побольше задавайте вопросы про агентуру, и мы перебьем этот рекорд. Так вот, значит, да, Путин, быстренько. Путин не был ни разведчиком, ни контрразведчиком. Он пришел в вот это учебное заведение, которое называлось Краснознаменный институт, из Пятого управления КГБ СССР. Что такое Пятое управление? Это последователи третьего жандармского управления при батюшке-царе. Это политическая полиция. Такого нет ни в одной цивилизованной стране мира. Это те, которые гонялись за интеллигенцией, за сахар, за диссидентами. Они вербовали у вас в Киеве студентов, преподавателей Киевского университета и всего остального. Они вербовали директоров. Очень ценная агентура была. Это люди, которые сидели на дефиците. Дефицит был все. База, и там есть финские унитазы. Обязательно должны были, кто сидел на распределении, он должен быть завербован. Короче говоря, это кошмар просто был, который не имел никакого отношения к национальной безопасности. Повторяю, это была ни разведка, ни контрразведка. И не надо им проводить никаких комбинаций, никаких операций. Они приходили к человеку на встречу, показывали корочку, и человек хватался за сердце. Это после 30-х годов, после Сталина. Ужас что был. И вот это чмо там поработало. Вот в этой клаке, говорят, кагибист. Какой он кагибист? Он не был. Если бы он был разведчиком или контрразведчиком, сейчас бы войны бы не было. А так вот получилось, что он пришел из этой жандармского управления. Проучился он в Краснознаменном институте. И он не был взят в разведку по причине профессиональной непригодности. Его послали тех, кого не брали. То есть туда трудно было попасть. Но для того, чтобы после этого не попасть в разведку, нужно было совершить что-то невероятное. Или быть полным идиотом. Или там жену с балкона сбросить. Или там пьяному заснуть на улицу, чтобы тебя милиция. Ну, что-то такое невероятное. Почему произошло вот так? Профессиональная непригодность плюс... Статья была такая в Советском Союзе. 131-я, если я не ошибаюсь, называлась «Мужеложество». Это то, о чем... «Мужеложество». Это то, из чего потом пошло ЛГБТ. Я поняла. А почему? К нему была применена... Это к кому была применена эта статья? К нему не была применена статья, потому что, ну, как говорят, это скандал был бы. Понимаете, если бы применили статью. Ну, вот... Так я не поняла, Юрий, из-за этого? Из-за того, что вы сейчас озвучили? И это тоже. То есть, две причины. Первая – профессиональная непригодность. Вторая – вот то, что я вам озвучил. Его вернули обратно в Ленинград. А через некоторое время вот те, которые не попадали в разведку, им давали утешительную поездку, как правило, в ГДР на два года. Ну, там, чтобы народ попал за границу. Потому что за границей тогда это был праздник на всю жизнь, даже ГДР. Хотя у нас говорили «Воробей не птица, ГДР не за границей». И туда он поехал по линии военной контрразведки. Третье управление главное КГБ СССР – это вот люди, которые служили в армии, они помнят. В каждой советской части был особист, который должен был следить, чтобы среди солдат этой части ЦРУ проклято не завербовало шпиона. Насколько я помню, никогда, никогда, ни разу таких шпионов не находили. И вот он поехал, как по линии вот этого особого дела, протирал там штаны. Занимались они сортировкой, запросом на визу. То есть это, по идее, должна была просто делать какая-то секретарша в посольстве или в консульстве в любом. Сидеть и сортировать это. Этим занимался Путин. Вот и все, вот и все. Поэтому вот уровень человека. И взяли его и сделали из него президентом именно потому, что он был никто и звали его никак. Надеялись, что ни рыба, ни мясо, а там умные люди будут за кулисами дергать за ниточку и манипулировать. Это традиция советская была. Также Никиту Хрущева в свое время сделали главным. Также Брежнева сделали главным. Ну и теперь вот Путина сделали главным. Юрий, получается, что он же на тот момент был женат, если мы не ошибаемся. Если бы он не был женат, так его бы вообще в контору так не по-большому. Его бы за границу не выпустили. На два года неженатого КГБшника просто не выпускали. Мало ли что ему в голову взбредет. Надо было, надо. А вы вот эту статью про мужеложство, это действительно, вы смотрели прям, эта информация достоверная? Нет, еще раз, его не судили по этому поводу. Вообще эти люди, они делились на две категории в Советском Союзе. Кто, значит, ну, часть сидела из них, по вот этой же статье. А те, которые не сидели, они все работали на контору. И помогали. Вот их использовали как вот эта медовая ловушка. Потому что их использовали для того, чтобы из приезжающих иностранцев определять, кто из них принадлежит к этой категории людей. А тогда это для западников было большой компромат. И вот эти люди определяли, и потом вступали в контакт. И их фотографировали на видеосъемку. Снимали для того, чтобы сделать компромат. И потом с этим компроматом подходили к этим иностранцам. В том числе американцам, британцам и так далее. Поэтому работа в КГБ представителем ЛГБТ в то время была просто исключена. Да, действительно, Юрий, вы... Я вот видите многочисленные романы. Я чувствую, вы в шоке. Нет, просто, знаете, мы читаем о многочисленных романах Путина, о многочисленных детях. Возможно, об этом пишут различные... Это все придумано насчет романова. Придумано? Это все придумано. Для того, чтобы создать образ мачо-мэна. Вот видите, что может сделать пропаганда. Это совсем другое дело. Я помню, приехала, была статья одна. Американский журналист много лет назад писал. Какие нравы царят в Кремле, когда Путин был уже президентом. Какие нравы? Ну, там, говорит, сплошное ЛГБТ. Причем такое серьезное, серьезное ЛГБТ. Это среди политиков, среди эстеблишмента? Ну, конечно. Ну, здесь Жириновский, допустим. Это же вообще он там целые оргии со своими помощниками в банях устраивал. Путин тоже был большой любитель вот всех этих дел. Оргий? Оргий. Я поняла, он тоже любил оргии. Ну, конечно. Да. Причем серьезных, основательных. Этот не стеснялся. Он прямо. Тоже, вот видите, представитель, борец за традиционные ценности. Там вообще как, вот помните, Салтыков Щедрин как-то писал, что, о, опять о патриотизме закричали. Значит, снова проворовались. Так и сейчас. Чем больше кричат про патриотизм и консервативные ценности, тем больше шансов, что они совсем другие люди. Тут интересный момент. Почему, как вы считаете, Путин приближает к себе своих охранников, и потом он их продвигает по служебной лестнице. Они получают высокие политические должности, золото в ряд губернаторов, которые были бывшими сотрудниками ФСО, насколько я понимаю. Ну, это вот, это идиотизм. Понимаете, он понимает, что он, ну, имеет серьезные проблемы в интеллектуальном плане. Слабые, глупые люди в роли начальников. Они не могут по определению иметь умных, сильных, самостоятельных помощников, заместителей, потому что такие люди становятся опасны. Опасны. Поэтому для Путина, его запомощник приближенный, он должен быть глупее, он должен смотреть в рот Путину. Вот таких он набирает. И так вот получила вся эта иерархия. То есть охранник, ну что такое охранник? Это же кошмар просто. Я помню этих людей из девятого управления. Там главное было, у них лозунг был, надо уметь упасть и отжаться. И глазами преданного Бобика смотреть на хозяина. Вот категории, квалификации, которые нужно было иметь. А теперь они губернаторы, военачальники, этот Росгвардия. Это же кошмар. Вы посмотрите. Ну вы видели же его лицо, да? Не обезображенное интеллектом, я имею в виду генерала Золотова. Ну какой это кошмар. Его уровень это старший прапорщик. Юрий, вы знаете, Сергей Жирнов говорил о том, что Путин и Патрушев, возможно, готовят теракты в России. Мне интересно ваше мнение. Можно не буду его имя? Мне как-то комментируют. Источник. Мы сейчас говорим об источнике. Но вот информация, что Путин и Патрушев, возможно, готовят теракты в России. Я бы хотела, Юрий, чтобы вы это прокомментировали. Я бы скажу так, что Патрушев, он провел, не то что готовил, он провел теракты накануне избрания Путина президентом. Именно для того, чтобы Путин стал президентом. То есть это действительно установленный факт. Что сейчас даст им террористический акт, я представить не могу. Ну что они получат? Тогда понятно было. Родина в опасности, террористы кругом. Вот сильный человек по фамилии Путин, он спасет Россию. Сейчас России, они кричат, угрожает НАТО. Ну и при чем здесь террористический акт? НАТО угрожает самолетами, ракетами, ядерными бомбами, как они кричат в Москве. Что им даст террористический акт, я слабо представляю. Ну и потом, я вас могу абсолютно уверить, что если они готовят это так, то об этом знают крайне ограниченное количество лиц. И люди, которые выступают в средствах массовой информации, они к этому, к этой категории, к этому кругу лиц не относятся. Вы знаете, была информация в СМИ о том, что однажды к Ангеле Меркель привезли двойника Путина. Вы верите в подобный сценарий? Нет, абсолютно не верю. Потому что я знаю, как это работает. Вот я знаю двухсупружескую пару, они работали в ЦРУ, в американском посольстве, в резидентуре. Они гримировали своих сотрудников с тем, что когда они выезжают, чтобы их нельзя было узнать. Они шли там на острую операцию, на встречу с агентом или на тайник. Они гримировали. Причем мастера высочайшего просто класса. Но так замерзкировать, загримировать, чтобы один к одному, ну это практически невозможно. Тем более на встречу. Я допускаю, что может быть у Путина двойник, которого сажают в машину. Вот идет кортеж, да? В одной машине едет Путин, а в другую сажают этого двойника, чтобы издалека было видно. Его видно, вот типа этот Путин едет, да? Путин там где-нибудь, ну грубо говоря, в транке или в этом самом, в багажнике автомобиля. Но так издалека можно загримировать человека. Подобрать, чтобы силуэт был, там голова конфигурации. Но к Ангеле Меркель, которая видела Путина, которая с ним разговаривала, которая знает тембр его голоса, мимику его лица, и подобрать такого двойника, который бы все это вот повторил однозначно, но это невозможно. Вот скажите дальше. Я сейчас с вами общаюсь по интернету. Но я думаю, что сколько мы? Интервью три, наверное, у нас было, да? Может быть больше. Я очень сомневаюсь, что если через одну пятницу, в следующий раз, появится здесь мой двойник, что вы его не раскусите. Какой из, Юрий? Ну, один из трех, допустим. Я вам точно говорю, что если вы в следующий раз подставите мне двойника на своем месте, я его раскушу за пять минут. Бедный, бедный двойник. Да, поэтому вот эту байку насчет Ангела Меркель я никак не верю. Бедный, бедный двойник. Продолжение следует...